Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в нашу картошечку в Братата. В прошлой серии мы с вами поиграли за Джека и за Лича, как вы видите, не очень успешно поиграли, да. В общем-то, оба персонажа меня там нагнули несколько раз, по-моему. Сегодня мы пойдем за Одноруковый и за БК, будем играть. Как вы можете заметить, у меня еще некоторые персонажи на без угроз закрыты теперь, потому что я за кадром их закрыл, чтобы открыть новые предметы, чтобы они нам попадались. Но, само собой, я не считал, что там за предметы. Я выписал себе там, что я открыл такое. Но что там к чему, без понятия. Однорукий, плюс 200% скорость атаки, модификации типа урона усилий на 100%, одновременно можно использовать только одно оружие. Парам-парам-пам, просто вот. Не знаю, чем мы будем делать с этим. Это у него и процент урона, бафается, получается, и стихийный урон, и ближний, и дальний бой. Нужно что-то по топам мощное. Мне один человек предлагал, что, мол, без шредера вообще там не начинает все такое. У меня тоже была мысль, что шредер может неплохо зайти. Но хватит ли мне его под вопросом большим. Была мысль, соответственно, такого вот очевидного тоже решения, мне кажется. Это призначный топор, потому что он тебе бафает процент к урону, все такое. Но мне кажется, там овер-бонуса будет. А само по себе оружие не слишком эффективное. Оно вроде бьет по толпе, но все-таки... Нужно что-то быстрое более-менее. Раскачивать скорость атаки дальше, чтобы персонажа будет проблематично, возможно. Я даже не знаю. В идеале, может быть, было бы поиграть с призначным топором какое-то время, а потом поменять на шредера. Но мне кажется, что я могу шредера просто не найти. То есть, я бы в идеале предпочел, там, не знаю, 6-8 волн первых побегать с призначным топором. Соответственно, на процентный урон будет качаться. Он будет качаться хорошо, потому что все киллы уходят чисто ему. А потом поменять его на шредера. Но вопрос, получится ли. Потому что на него будет все, что подряд попадаться, но не шредер, ни хрена. Так, что мы здесь качаем? Я бы, на самом деле, от удачи не отказался. Давайте, включал процент корону все-таки. Этот статус в два раза нам больше дается. Раз уж там предложили, то пускай будет. Я так говорю, что отниматься у нас его тоже будет в два раза больше, да? Да, больше деревьев берем. И на столько одно оружие мы можем тратиться практически полностью только на пассивки всякие выходят. Сломанная челюсть, много хп дает, я тоже залучу. Ролл, ролл. Есть, шредер нашли, хорошо. А вот второй шредер, синенький теперь, я не могу из белых двух соединить теперь дальше. Мне нужен теперь синий шредер, а потом нужен будет фиолетовый. Соответственно, мне нужна удача, чтобы мне могло такое попасться. Но попадется, на любом случае, скорее всего, еще не скоро. А если попадется, кстати говоря, если попадется раньше фиолетовый шредер, то есть смысл даже не покупать его, а поискать синий, чтобы их объединить уже, а потом фиолетовый объединить. Потому что вот так будет как бы выгоднее, если, конечно, получится такое найти. Поначалу мы будем чувствовать себя комфортно весьма себе. Так, урон в дальнем бою берем. Но вот к середине забега, наверное, на десятых-двенадцатых волнах потихонечку, мне кажется, могут возникнуть проблемы. Не знаю. Отбиваться от всех мобов будет тяжело. В любом случае, тяну что-то по толпе. Нужно как-то более-менее правильно группировать мобов. Может быть, есть смысл держаться ближе к одной стеночке. Кстати, что мобы хотя бы с одной стороны, ну, не так со всех сторон перли, потому что одно оружие, даже если оно мега-дамажное будет, оно бьет по одну сторону. Даже хоть там и по толпе, но отмакивать со всех сторон мне будет очень тяжело. Возможно, реально стоит к углу так держаться. Будет гораздо комфортнее. Врон в дальнем бою. Стихийный орфон. Блин, почему такие большие статы, но на то, что мне не нужно совершенно. О, девять хп. Хорош. Вот это другое дело. Так, деревья за один удар, в принципе, пойдет. Это мне не особо надо. Надо покупаем все, ролем. Шредер беленький, но я его никак не могу ни купить, ни прокачать. Ну, типа, не надо мне оно. Медальон под вопросом. Честно говоря, я не знаю. Я, может быть, крит-удар бы, а не отказался прокачать. Без фанатизма, может быть. Слонник, я в любом случае хочу. Мне вот всякие уроки от удачи, они в целом должны работать, наверное. Будет трудновато иногда, может быть, материалы собирать еще. Здесь я буду вот так вот. Хотя вот как раз-таки около стеночки будет нормально мне держаться, если будем собирать здесь. И они вот сами, смотрите, я группировать мобов адекватно сам особо не смогу. У нас 50 материала максимум на экране. То есть, когда у нас его лимит, из мобов материал не будет дропаться, он будет впитываться весь какой-то из этих кусочков. Мне его потом, этот кусочек, собрать в конце будет нетрудно, в принципе. Собрал и получил весь свой дроп законный. Реально кажется, что около стеночки может быть очень полезно. Но надо выносить, могут реально успевать. С одной пушки. Сложно мне такое представить пока что. Меч, стрёмная пища, в принципе, может засевить. Сумка тоже подойдет. У нас будут ящики дропаться. Рольный бразок. И Шредер опять беленький. Краж жизни под вопросом, если честно. Потому что с одной стороны... Я возьму всё же. И дальность. Ну, слушайте, нужна дальность, чтобы меня не так жёстко зажимали, может быть, к стенке. Не буду пока что брать ранее в голову. Краж жизни. С одной стороны у меня только одно оружие. Реализовать краж жизни будет тяжело. С другой стороны мы делаем взрывы. И на поздних полах у нас каждый выстрел там будет, типа, по 10-20 мобов задевать. И, в принципе, откиливать. Оно у меня время от времени будет всё-таки. Мобы, кстати говоря, они появляются на всей арене или в зоне видимости именно. Они вот могут появиться в левом нижнем углу, например, и до меня будет долго идти. Вроде бы нет, вроде бы. Вроде всё же появляется более-менее недалеко от меня где-то. Мобом скорость нельзя ни в коем случае повышать. Было бы неплохо её понизить даже. Может быть, чтоб меньше зажимали. Отрегениваться будет непросто. Регенерация будет работать как прежде, но при этом одной регенерации сыт не будешь, как по мне. Хочется что-то более активное ещё. А у меня регенерация вообще в минус уходится. О, плюсик теперь. Так, кран в жизни покупаем. Мы можем сосредоточиться полностью на предметах. Ёжик дороговато за один дальний бой и минус регена. Не то, что я хочу явно. У меня оружие попадает слишком много всякого. Мне оно не нужно совершенно. Нужен ли павлин? Позвольте мне, но больше левелов на апать. Выдержу ли я с ним следующую волну дашь? Ну, наверное, должен выдержать. Давайте, ладно, купим её. Надеюсь, что он себя купит. Кстати, а опыт при подворье, который Х2, он себе тоже в два раза больше опыта получается даёт? Или как? Да, должен в два раза больше давать. Тогда, если у тебя есть павлин, то есть смысл даже в мешок побольше набрать. И вот тогда оставленный опыт на потом будет выгоднее, соответственно. Так, давай снимем. Сейчас вот чувствуется, что не хватает урона выносить мобов. И на каждого, когда надо и по несколько выстрелов, то это пипец. Отмахиваться вообще не можешь. А мог еще и быстрый пипец. Меня сейчас закопаю вот здесь. Жесть. Фруктик, хорош. Счет суровенько. Уже сейчас причем. Такие проблемы есть. Не успеваешь просто мотмоф отмахиваться, что я могу сказать. Давай регенерацию. Урон в ближнем бою. Дальность. Так, нет. Мне нужен урон сейчас как угодно. Я не могу здесь много денег тратить на роллы. Тем более, когда предлагают хорошие, в принципе, апгрейды. Просто не на сейчас. Ладно, давай еще роллы. И не могу найти урона нормально. Ну, синенького какого-нибудь хотя бы. Ракетница. Она больше дамажит, но не пробивает насквозь. На толпах она подпросядет. Наверное. Здесь у нас пробивание, причем с нулевого качества. Сразу же что? Можно для крит удара взять вот это? Да, давай так. Черюш залочим. Я роль, но поскольку здесь ролл принц недорогой. Ах, немножечко не хватает на призрака. Я не смогу, наверное, его купить себе, кстати. Типа. Ракету надо будет. Я не выдержу ведь с ним. Может, получится выжить, а? Реген небольшой есть. Краш жизни тоже. Но мне столько времени придется прожить вначале, не получая урона вообще. Что мне кажется. Ай, рискнем, блин. Если я с ним не продержусь. Блин, ну эти 15 урона стычки. Надо урон качать. Срочно, прям. Так, и вот я эти, кстати говоря, я еще-то как-то не обратил внимания сейчас. Да, это же седьмая волна. Так, 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 яйцо. Не успели сломать это яйцо. Второе. Третье, точнее. Так, это сломаем. Ящички есть, это хорошо. Идет мне. Ну, добей его. Там уже еще один появился, соответственно. Так, 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 так. Вот этого уже не надо. Аккуратненько держимся. Приходится стрелять в нужную сторону, да. Тебе трудный краш жизни реализовать. И всякие проки оружия, возможно. Ты отмахиваешься только в одну сторону. Чтобы оружие было в 6 раз мощнее, чем обычное оружие обычно. Ну, как в обычных ситуациях, в обычных забегах. Очень тяжело такое реализовать. Урон дальний бой или процент урон? Давайте процент урон, наверное. Возьмем в 12%. Это много очень. Это не купить. Допустим, сделаем так. Через пока подождем. Пускай у меня регена будет пока что чуть побольше. Я жду пришельц, не берем. Уточку давай. Так, и надеемся выжить сейчас с каким-то чудом. Мне нужны сразу же фруктики, очень желательно. А как я их получу нахрен? Смогов они дропаться не очень захотят сейчас, я чувствую. Отстреливаем, отстреливаем. 10 хп. 11. Не знаю, стоит ли лезть 3 хп такого напряга. Совершенно не уверен. Но пока что... Блин, может? Реально это он перс, все-таки с топора стоит начинать. Потому что ему очень нужен, катастрофически нужен урон, но при этом не значит, что ему не нужна выживаемость. Ему просто... Ему всех статок не хватает, потому что ему урона надо чудовищную много. У него есть запас резерва в начале. Но 6 оружия это типа уже нереальная эффективность. Эти плюс 200% скорость атаки и близко того не дают. Плюс 100% урон на все модификаторы, тебе надо модификаторов еще набрать. А помимо модификаторов тебе нужны все-таки еще и... Не забывай про хп и прочие статы. Хп сейчас в принципе достаточно много. О, вот это же хорошо. О, кстати, осьминог это новый предмет, который я открыл, не помню... А, по-моему, за многоглазого перса. Плюс 12 максимум хп, плюс 5% краш жизни. Много. Минус крит удар, правда, блин. Но много статов дает. Давай я возьму все-таки. Так, 10% врагам ни в коем случае слишком много. Меня засыпет. Так, и теперь нужен процент к урону и урон в дальнем бою. В принципе, по-прежнему, да. Процент к скорости атаки. Вот давайте, я ладно, я это возьму. У меня сейчас 0,4. Стало 0,38. Казалось бы, 0,02, да? Но относительно моего выстрела, это как раз таки мы... Относительно моей... Выстрелов в секунду, это стало значительно быстрее. Если у меня было бы, например, 0,8, у нас стало бы 0,76. 0,04 дало бы, да? Но в секунду это у нас процент набахнуло бы как бы так же. Просто сейчас каждая единичка этого стата, она как бы очень ценится уже. Купон. Купон берем. Глаза пришельцев. В принципе, они будут немножечко добавлять урона. И у них будет хороший урон за счет процентного урона. Слушай, давайте возьмем. Садик? Не знаю. Мне кажется, я около него стоять не буду. Не получится. Не позволят мне. Ролл. Мне бы уже, на самом деле, пора бы шреддер прокачать. Я бы вот от чего не отказался. Девятая волна, 66 хпм. Погнали. Так, ну пока что, по крайней мере, этих мовов мы шотаем вроде бы. 21 хпм хватает. Или нет? Или это от нескольких взрывов только хватает? Так, там деревца. Здесь надо держаться в толпе. Здесь надо много-много нафармить. И надеяться, что сейчас мы сможем шреддер докачать. Потом пороться по полной программе в статы. Но при этом и скорости бега не хватает. Как, блин? В каждом забеге тебе нужно очень много всего набрать. И главное, понять, в каком порядке тебе это все чувствовать. И в каком порядке это все распределять. Понимать, какие, где правильно, ну, как решение. Приоритет по решениям. Определить как-то. Так, так, так вот этот моб. Он вроде на 25 секунде каждой волны имеет шанс заспавниться. Что-то такое я видел, мельком прочитывал, как на Вики. И потом имеет шанс тоже каждую сколько-то секунд появиться. Не уверен точно. В принципе, на удивление, я нафармил неплохо. То есть, вот сопоставим его с обычным значением. Так, слоника берем, медицинскую культуру тоже берем. Подкладка. Минус 5% скорости. Многое я не хочу это терять. Мне оно нужно. В ром в дальнем бою. Может быть, ему надо больше забить болт на защитные статы. Иначе, потому что ты вообще никак не сможешь по урону выпущить. Никаких статов не хватит. 6% скорости пригодится, тем не менее. 40% бонусного опыта на минус 2% краж жизни. Можем пожертвовать, в принципе, этим вот скоростью не хочется. Опять же. Не поздновато ли, Боба? Не поздновато, на самом деле. Возьмем, ладно. Мини-робота, который замедляет грязь, криво. Слушайте, это то, что нам надо. Замедление очень пригодится. Это тоже возьмем себе. Проценты крит удара. Так, кресло. Плюс 2 к регенерации, за каждое минус 1 к параметру 100% скорости. Блин, это регент за минус к скорости. Нет, мне нужно двигаться. Как так или иначе, в любом случае. Котелок. О, котелок. Котелок. У меня есть 2 слоника. Ты сбора даст тоже. Но купится оно еще не скоро, на самом деле. Но удача меня соблазняет. О, мне надо сейчас просто... Есть, Шрейдер нашли. Хорош. Так, сравниваем статы. Сейчас 23, 10, 50%. 0,38. 0,34 стало. Базовый урон, по-моему, тоже там был ниже. Снаряды шанс взрыва у них повышается. Это хорошо. Процент скорости атаки ускоряет восстановление ваших построек. На такое-то значение. Меня к постройкам относится медицинская турель. Я не знаю, робот-странник относится к этому как-то к замедлению или нет. Что-то не постройка вроде как нового. Наверное, нет все-таки. Мне кажется, что оно нам не надо. Дороговато. Работать мало на что. Броня к уклонению. В принципе, вот это можно. Хоть уклоняем меня в минусе. Ну ладно. Броню, правда, еще уберем. Это самое убирать. С солнечными очками может потом придется. Наверное, да. Наверное, я хочу 10% крит удара. Это тоже наш дамаг. Нам его не хватает пока что. Так, давайте около медицинской турельки, наверное, в этом углу вот стоять. Если она в каком-то углу встает, появляется, то надо держаться именно здесь. Проблема с толстыми лобами, когда они вот отдельно идут. С толпой мелочи мы будем фрагаться нормально. А вот с толстыми будет тяжело уже. Сколько они одни идут, не в толпе, и... Цепным взрывом как-то не получается вытащить. И мне приходится там 5 выстрелов тратить на одного такого просто верзилу. А не тратить нельзя, потому что несколько таких молоков сразу второй на тебя зажим. Там, оп, с сундуком появился. Стоит ли он того риска? Не уверен совершенно. Где он там бегает? Вот он. Есть, вынес хороший. Раз вынес, и мы при этом не потеряли как-то особо по материалам, не меньше там напармили, выжили, то это очень хорошо, что получилось сделать. Так или иначе. Так-так-так-так-так-так-так-так-так, аккуратно-аккуратно. Кто-то вроде выживал-выживал, и только нет подзасыпался уже. Так, это нельзя. К врагам это слишком опасно. Соборот, мы тебя при политическом... Ну, давай, допустим. Давай, роль не, мне кажется, может найти получше. Броня, например, пойдет. Так, 12 портонов к урону, это много. Берем. Инженерия, скорость, дальность. Ооо, вот это вообще хорошо. Вот это я покупаю себе. Пригодится. Хоть я хочу зажиматься в углу, но все равно у меня иногда бывает нужна скорость. Еще процент для крит удара. Ну, давай. У нас он x2. Процент кражи жизни. Тоже пойдет. Я безотказанный, да, просто. Мне бы, знаете, за этот перс хотелось бы, чтобы меньше дропалось оружие. Ой, блин, элитка уже. Что-то я как-то провоплил этот момент. А что мы с ней делать будем, кстати, игре, я не знаю. Мы ее точно не вынесем, надо выносить молок как-то. Это элитка сложная. Я не пытаюсь ее гасить. Если что, он просто стреляет в нее, я пытаюсь просто чисто доджить. Чисто сидим за мовами, даже не рассчитываем ее гасить. Сейчас у нее редкие атаки, но по большой площади очень много этих выстрелов идет, потом будет наоборот. Будет часто и мало. Но, блин, достает, где уплотно просто. Потому что она недалеко от меня находится. Она, причем, если ты стоишь на месте, она всегда гарантированно бьет в ту точку, где ты находишься в момент каста. Поэтому можно, в принципе, стоять на месте и просто в последний момент немножечко передвигаться. Я такой вопрос за кадром, как раз ты это замечал тоже. А, или нет, стоп. Не за кадром я это замечал, ни хрена, не за кадром. За кадром я играл на любой грозе только. Может, в принципе, замечал, когда играл в прошлой серии. Не помню, что что. Так, ну ладно, слушайте, с ней разобрались. Ну, как разобрались. Понятно, как обычно, да? Три брони, пригодится. Пламенный кастет, шредер синенький, к сожалению. Больше деревьев давай, это не надо. Дальше 14 и 17 тоже элитки причем. Понял. Хотелось бы, чтобы меньше оружия дропалась. Потому что ты оружие из этого перса вряд ли будешь как-то менять. Хотя есть такой шанс тоже. Точильный камень. Вот это пойдет. Точильный камень не будем брать. Еще солнечные очки, ни хрена себе. У меня их четыре штуки. Набрал, так набрал. Ролл. У меня краш жизни больше, если честно. Энерген как будто вы подзабили немножечко. Ну, давай, допустим, это возьмем. Погнали дальше потихонечку. Касами новых предметов, я там открыл осьминога вот этого, собственно, картофель. Дальше задручна, разве что я забыл обратить внимание, что там за англоков собственный предмет. За него я не знаю, что я там открыл. Хотя можно было на реке посмотреть. Но да ладно. Так, так, так. Открыл я еще улитку. И дальше не могу сказать, что я там еще открыл, потому что меня мог обрисовать. Открыл я еще... А, неистовство какое-то. Вот. Все. Это пока что вот те персонажи, которые я поиграл, за которых, собственно, прошел нулевую угрозу, чтобы просто предмет какие-то появлялись, которые тоже можно раскрывать будут в будущем кого-то нам. Так, деревце есть, блин. Деревце хочется порубить на самом деле, хотя вот рисковое занятие. Отлично. Более-менее справились. Так себе надо было, кстати говоря, справа сверху нам держаться. Наверное, там была хилищая турелька все-таки. Оп-оп. Надо про это не забывать. Тоже такой приятный поп-хил регулярно, в принципе. Он сопоставим, кстати говоря, практически с нашим лечением. Учитывая, что у нас лечение там идет раз в несколько секунд. И эта штучка у нас примерно так же лечит. 5% криктуара я бы, на самом деле, урон в дальнем бою нашел бы. С шагом, с радостью. Или же процент крови жизни, потому что он просто дает очень много этого стата. Ладно, все. С этим хватит уже. Нужно другое. Это не хочу брать все равно. Ничего, мне тоже уже поздновато, наверное. Уточка. Нужна ли мне она? Слоник попердывает, но слоник не то, что тащит. Как раз таки, потому что начнет тащить, возможно. Давай. Роу. Мышь нет. Спуганная колбаса даст совсем копейку. Огний урон 1 на 3. А, он на процент норм с келлиц, но он до сих пор, походу, даже на единичку не может прокачаться. Хоть по всему. Стремная пища. Пойдет. Фрукты бафнулись. Шрейдер нашел фиолетовый, лол. Я не рассчитывал, честно говоря. Я думал, что мы с фиолетом, скорее всего, останемся до конца. Слушайте, это первый раз, по-моему, когда я... Во-первых, да? Когда я вкачал все оружия в наличии до красного цвета. И не важно, что у меня только одна пушка. У нас в глазе, кстати говоря, правда, плоховато работает, если мы стоим с одной стороны. Но мне в целом так покомфортнее все же. Может, знаете, как немного... Не прям в самый угол зажиматься, а вот немножечко отойдя, чтобы вот... Мобы с той стороны у меня особо не спавриться все равно, да? Ну, изредка очень. Там мало места, слишком мало точек для спавна мобов. Но при этом мое пространство достаточно большое выходит. Вот у меня измолв сейчас материалы не дропаются. Они где-то в каком-то материале содержатся все. В каком-то из тех, которые у нас на экране сейчас. Куда-то там они засосались. Если говоря, касаемо вот этого механика. Она что-то по аналогии с вампирами работает. Вот касаемо Vampire Survivors. На игру выходит очередной DLC 13 апреля через полторы недельки буквально. Когда выйдет это видео, там уже выучить неделю, наверное. Тоже, думаю, будет на канале. Там, по-моему, 8 персонажей, 13 оружия, 1 новая локация. Такая-то, что такая замудрена, типа, как бы, коралл на чар. Со своей уникальной структурой, как я понял. Так-так-так, полу-то пробежаться. И там сколько-то саундтрека всякое такое. 10 удачи, давайте, роль ним лучше. 30 дальности пойдет, кстати говоря. Негодится тоже, я думаю. Здесь тоже роль ним. Ну, 15 удачи, давай. Уродливый зуб, кстати, зашибись. Я очень хотел его взять. Это уникальный предмет, белого качества. Я бы его серьезно, я его очень ценю. Может быть, даже переоцениваю, кто-то скажет, но, по-моему, он очень хорош. Уклонений у меня и так мало. Ну, что для меня повязка на глаза? Не уверен, что я буду ее раскачивать. Можно дальность, скорость атаки взять. В порезку краж жизни. С другой стороны, краж жизни... То, что у меня 15% это как бы много, но мне хватает этого, как раз, чтобы оно более-менее прополоть. Я бы поискал сейчас просто дамага какого-нибудь. Броня в неподвижности. Много брони в неподвижности. Минус скорости. На боссах будет джопус. Как-то не уверен. Давайте роняю в голову, хотя дальность опять же не хочет терять. Но надо что-то хотя бы покупать, да? Здесь опять же предлагаю статов разных по чуть-чуть, но... А давайте, что он и скорости дает еще, к тому же мне она пригодится. Треугольник силы. Я больше 10 ударов за волну получаю или нет? В большинстве волн нет. Но порой могу и так. В принципе, если я больше 10 ударов получать буду с треугольникой силой, то без него я буду получать там все 15. Потому что урона будет значительно меньше. Так что давайте залочим его, да. И погнали дальше. Так, сейчас элитка. Вроде бы. А, да-да-да-да, элитка, окей, понял. Так, но мы следим в первую очередь именно за вот этим вот стреляющими... Стреляющими засранцами. Надо в первую очередь именно их отстреливать, иначе с ними убьют задницы потом. С носорогом, в принципе, не должно быть серьезных трудностей. Так, но этих никуда не отпускаем. Главное. Не хватает урона, но мобы мало кучкуются, они такими одиночными появляются. Не прям такой толпой сразу же. Ай. Опасненько, опасненько. Что-то как-то так у меня там мигалка за окном. Повсюм начал оголосить. Ай. Входим от носорога подальше, не агрим его на дэш, иначе он заставляет себя сразу как-то определенные движения тоже делать, которые не всегда удобны. Ни хрена себе там просто голосит вовсю реально. Куда-то что-то едет. Или по всему. Так, урон по боссам элите. Ну, блин, а вот слушайте, я бы разобрал, если честно. 103 материала, а только по боссам по элите. У меня даже нет шансов их вынести. Потому что это нет смысла... Два одинаковых предмета, серьезно? Окей. Понимаю. Для меня это много денег, я не против. Хорошо, что взял утилизатор этот. Триугольник силы. Берем. И... Ролл. Так, скорость атаки 10%. Можно вот это взять ритуал, кстати, хороший идет. За призрак открытый. Чаще всего берешь его. Рун в дальнем бою нам нужен еще. Потом скорость атаки 0.33. Давай возьмем 0.32 станет ведь. 0.31 даже хорошо. Ролл. Острый соус. В принципе, лупит неплохо. У меня он нет, да? Не попал? Нет, не был еще. Он будет на процентно-процентного рона скириться просто еще. В принципе, дает в итоге неплохо. Вот урон в дальнем бою есть, но минус 3% скорости за 70. Че-то как-то жаба душит. Давай острый соус возьмем. Пасней ролл сделаем, хотя может быть лишнее уже, но ладно. Процент к уклонению. О, вот это хорошо. Урон в дальнем бою плюс скорость атаки, минус немножечко урона, но терпимо, в принципе. В дальнем бою 2 единички себя сразу перевесят, мне кажется. Там у меня дальнего боя мало, а процентная множество неплохо, в принципе. Хотя и того, и другого на Сандре мне бы не помешало набрать. Слушайте, я чувствую себя лучше, чем я ожидал, на самом деле. Кстати, это начало волны, опять же. Не забываем про это. Можно было бы дальности немножечко набрать, хотя, слушайте, а вроде хватает ее. Достаточно далеко стреляем. До деревьев достаем, если вот так вот они не слишком далеко прям тут помнятся. Вполне нормально. И вот когда будет 10 секунд оставаться, вот тогда побежим материалы собирать. Правда, слушайте, нет, стоит, знаете что? Меня же слоненок, надо материалы собирать тогда, когда меня засыпают мобами. Тогда мы начинаем дамажить сразу же этих материалов с пачки. Точно. Материалы вначале не берем, правда, я вот не знаю, опять же, когда мы подбираем эту пачку материала, в которой впитывается все остальное, он вроде особый вид какой-то не имеет. Будет ли там прокаться наш слоник несколько раз? Наверное, нет. Иначе бы за x2 материалов, например, с мешка тоже бы там два прока должно было быть. Ну, по-моему, по крайней мере. Так, это мне уже не надо, я думаю. Два таких предмета, серьезно? Две колонды подряд по два одинаковых предмета. 12% к урону, хорошо, берем. Ну, для меня 24, соответственно. Потому что мы блатные здесь немножечко. Я бы роллил, я бы еще урон поискал, если честно. Ну, или дальности можно взять, или кражи жизни. Дальности я говорил, что хватает. Услушайте, давайте еще пускай будет. Думаю, краж жизни достаточно. Ну, хотят. Опять же, она не на полную кутушку раскачивается. Можно было бы взять, но думаю, не требуется. 8 хп за уклонение пойдет. Купим два этих предмета. Минус 10% врагам там было, кстати, с вещами. Можно было бы, может и стоило ее взять. Есть стеклопушка. 50% дамага. Броня есть резерв. В принципе, есть смысл взять. Детеныш пришельца ни в коем случае нельзя. А вот это давай. Это очень много. Скорость, дальность. В принципе. В принципе, ты и можно. Давай, пускай будет еще спорость. Небольшой резерв будет ее дополнительно в принципе. Пригодится тоже. Да, со Шредером, конечно, здесь приятно. Вот как вот сейчас особенно уже. С одной стороны, хочется поменьше врагов сделать себя. С другой стороны, больше врагов, больше взрывов. Самое опасное, когда реально одиночные мобы идут, такие вот толстые. Мне даже реально, может быть, против 10 одиночных труднее справиться было бы, чем против 20 таких же. Вот чем через 20 вот таких трюцеров. Если бы они не разбивались бы, например, в толпе, да? Мне было бы толпой их нести гораздо проще, чем вдвое меньшее количество. Но на боссах придется чисто уворачиваться от обоих боссов, выживать как-то. Может быть, стоит мне еще поднабрать какого-нибудь, например, хп, не знаю, там. Что презерв здоровья был побольше, такой будет про определенный. Так вот, сейчас я мало напармил, кстати. Два дальнего боя, минус 7% скоросток, не особо мне нравится, честно. Ну, два дальнего боя даст много. Это, типа, у меня сейчас 102, 0,31, да? Станет 109, 0,31 осталось, если говоря, нам даже 7% не понизили. Вообще лепота. 45 дальности, я думаю, что не надо уже. Ищем что-нибудь, типа... Блин, даже не знаю, есть ли смысл... Выгоднее ли 7% для крит-удара, чем 6% к урону, которые были бы 12%? Не знаю, ну вот это возьмем, в общем-то. Не будем слишком долго роли тоже. Опять оружие насыпает. Опа. Урон в дальнем бою, процент к урону к дальности, минус скорость, так и минус к криту. Это как бы тоже статы, которые мне нужны, но это прям в дальнего боя очень много дает. 109 было. Урона 0,31. Станет 132. Кстати, восстановление осталось такое. Таким же почему-то. По-прежнему 0,31 восстановление. Хотя я его уже дважды... Типа я его сейчас на 17% порезал себе. Странно как-то. Я с 0,33 до 0,31 порезал себе за 10%, а обратно оно за 17% не порезалось почему-то. Либо что-то я не понимаю. Не знаю. Ладно. Допустим. Так, элитка. А, да-да-да-да-да-да. У нас же осталось только эта элитка. Так-так-так. Окей. Яйца гасим. В принципе, с ней не должно быть особо больших проблем. Но вряд ли я ее снесу тоже. Я не смогу ее преследовать постоянно. Но эта элитка для меня более-менее безобидна. При этом, если я буду ее преследовать, я не смогу убивать других мобов, поэтому на элитку мы опять забиваем полностью болт. По-моему, это сообщается. У меня с ней разобраться сейчас. Вот даже если бы он бы не душил, я бы ее, может быть, впритык бы своим уроном заколошматил. Но не более того. Надо знаете, на что посмотреть, сколько он нанесет урона на шредер за волну. Потому что я все равно, мне кажется, что он не наносит урона столько, сколько наносит у меня обычно 6 оружий. Это должно быть у него урона сейчас на под 50 тысяч. Ну, в хороших жирных волнах, по крайней мере. Потому что там, типа, 10 тысяч урона с оружия, в принципе... В принципе, возможно, вполне себе. Это не та самая жирная волна, кстати. Сейчас я думаю, что 30 тысяч урона, если он наносит, то это, в принципе, уже нормально. Тихо. Кибершарика нет, жалко, конечно. Он бы нам так тоже по-лично помогал. Но, правда, первый раз потолкнули. 64? Сколько? Мне казалось, что это не такая жирная волна. Нихрена он нанес. Я что-то не ожидал такого количества урона. Мне казалось, что я реально мало мов выносил. Тут достаточно было. Мудрость! Ух ты, блин. Как она меня раскачает во второй половине волны. По 10% будет за каждые 5 секунд. Учитывая, что мы с боссом будем весь таймер держаться, может быть, с этой штучкой мы даже босса снизить сможем. Либо, по крайней мере, она мне пригодится в любом случае. Так, троллик рядом со мной. Это хорошо. Так, вот с этими мовами, кстати, будет, наверное, трудновато сейчас доставать. Хоть прицелом у них, не знаю, выцеливай. Самостоятельно. Тихо-тихо-тихо. Вот, не хватает. Если у них без крита, то вроде бы они не шатаются, да, вот эти могут. Нужно либо толпу их группировать, то, что нельзя этим. Иногда он может стоять на месте, даже смотрите, как. Ну, как-то мог подумать. Одно руки перста показывает себя очень неплохо. Но вначале, слушайте, вот на... На удивление, на первых волнах ему было трудно. А когда ты подраскачал немножечко урона, то, в принципе, начинает... Начинается быть все хорошо. Я просто не большой фанат, на самом деле, стеглопушечного сетапа именно Броната, потому что тебе все равно в любом забеге хочется иметь какую-то выживаемость и ТП. Шальная плюха, даже если ты выносишь мов очень быстро, то я обычно не выносишь их никогда настолько быстро, что они вообще не могут появиться. И вначале мне без КП была бы проблема. Пришлось жертвовать дамагом. Но вроде продержались, и сейчас все нормально. Ладно, допустим. 252 урона. Три брони. О, вернули как раз и частично. Нужен ли мне еще один робот такой? Будут ли они вдвоем активны прям? Я честно не уверен. Мне кажется, не надо даже. Это, в принципе, 150. Ну давай, ладно. Оба стата дает все-таки. Полезно для меня. Ролл еще. О, наручники. 8 дальнего боя, нахрен. По-моему, самое время. Я покупаю это даже на эту волну, не на следующий, не на финального, а даже сейчас уже. Значит, ХП у нас залучено. В принципе, ХП. Не очень много, но достаточное количество, если мы будем всех разматывать. И да, снова держимся в углу именно. Так гораздо проще. У меня и бомба так группируются лучше, да? Они идут с малых качественных направлений. Так еще и мне не надо во все стороны распыляться. Что я делал, как раз таки не могу. Поэтому мне кажется, что это очень важная такая вот аспекта игры зато перса, что значительно упрощает забег. Мне кажется, в центре было бы держаться за него прям, ну, несопоставимо труднее. Там как минимум в два раза может быть. Больше бы статус потребовало цвет найти. Так, давайте немножечко испробежимся, пособираем лутецкий. Как раз нормально там сам слоник нам подамаживает там немножко. Хотя, опять же, когда ты собираешь материал так далеко не сразу же, слоник, наверное, должен быть в целом менее эффективен. Получается. Если, опять же, он тебя за оверматериал в одном, в одном кусочке, не добавляет целую кучу пичек сразу. Почти 25 левел от, но лежал, немножечко не докачали. Это возьмем себе. Броня инженерия. Минус два максу за еще. Это не надо. Разберем. 9% скорости. В принципе, нет, не будем брать. 12% курон. Давай. Треугольник силы еще один. Ха-ха. Вот надо про него не забывать тоже. То и бывает игнорируешь, что получаю урон. Все такое. 33% к урону, 46 дальнего боя, 206 урона на шредере, с тремя пробиваниями, со взрывами гарантированными. С 0,31 восстановление. Мощно. Так, стрёмная пища. Давай. Пригодится даже под конец. Да, урон в дальнем бою немножечко еще. Адреналин. Он у меня 1% уклонения даст в итоге. Не будет совработать. На это уже не хватит нам. Это не надо, не надо. Слушайте, давайте что-то как-то... Вот это пойдет, может быть. Так, смотрим. 0,31. Не должно повысить, да? Да, остается 0,31. Ладно-куда. Просто дальность из себя взяли чуть-чуть. Можно оригинам вместо каража жизни. Давай, пассивный реген, пускай будет что-то лучше. Так, и сейчас будет элитка. Боссы в смысле. И при этом я на них... Ах ты, блин, 24 урона. Слушайте, не факт, что снесем на самом деле. У меня с вами дэши и можно заколошмать это. Свои лапы, точнее. А я, тихо. Я регенюс долго весьма. Блин. 24 урона очень уж больно, слушайте. Тут надо прям охренеть, сколько на доджете. Вот обоих я отмахиваться не могу. В углу я зажаться тоже не могу. И это жопа. Все, вообще без шансов было. То есть, как на волнах я вообще их не чувствовал. Так на боссе, поскольку ты не можешь стоять в углу и быстро отрегенивать, слишком мало было мобов. Вот караж жизни, которая весь забег меня тащила, здесь она меня подвела, потому что просто не было врагов. Может быть, помог бы какой-нибудь садик, кстати, чтобы хильнуться фрукты. Но опять же, он там один фрукт успел бы сгенерировать, там может быть 2-3. И все. Но на боссах, когда ты не можешь отмахиваться от мобов, их при этом мало, они толстые. Но тебе приходится сжиматься не в углу, не хватает регены, и при этом босс поддушивает. От мобов ты, от атаки босса ты уворачиваешься иначе, потому что мобов не можешь снести толком. То и вот битва с боссом вот такая закономерная. Неприятно, обидно очень, были близки к победе, но на последней волне что-то как-то прям вообще была задница. Было совсем неудобно уклоняться. Но так, по крайней мере, на персонажа, в принципе, более-менее посмотрели, что он у себя представляет. Раду, что немножечко не дожали в конце. Ну, ничего страшного. Бык. Плюс 20 к хп, плюс 15 к регену, плюс 10 к броне. Модификации типа регенерации ОЗ усиленно 50%. Это, конечно, что это... Это не краж жизни, а только регенерация, да? Судя по всему, имеется в виду. Только вот этот конкретный модификатор. При получении урона вы взорветесь и нанесете урон. 30. Скилл от чего хочешь 300%. При этом это все... Эти 300%, насколько я помню, 300% от мили, плюс 300% от дальности. Они не перемножаются никак. Если что. Поэтому мне нет смысла набирать всего-всего-всего. А если это так работает, слушайте, тогда мне гораздо выгоднее мили качать. По крайней мере, у кого-то такое же было, оно там не перемножалось. У доски было такое, кстати. Вот. Потому что мили мы получаем больше, чем дальнего боя. Это просто логично. Было бы. Надеюсь, тебе просто выдается, типа, мол, бери что хочешь. Хотя, слушайте, странно, как-то было бы логично тогда сделать 600% от раненых скейла. Ладно. Вы не можете использовать оружие. Мы, то есть, тараним и взрываемся. У нас хороший реген, всякое такое. Нам нужны взрывы, и нам нужна нереальная выживаемость. Я даже не знаю, как мы будем... Чем мы будем хеляться? Мы будем мало получать урона? Будем фруктами хеляться, возможно? Потому что регенерация не напасешься. Краж жизни. Ихрен, а себе перс. А дерево как? Дерево только вот так вот, мог рядом с ним. Ни хрена! Просто танк нахрен. Реально бык нафиг. Окей, так, погоди, а у нас... ХП у нас модификатор не плане улучшено, если что. Именно регенерация. Давай регенерацию еще тогда. Чего уж тут. Ваши атаки. Не нанесение урона, а так... Блин, я даже не знаю, считается ли это наша атака вообще или нет. Но у нас у персонажа, краж жизни изначально не дана, как будто бы. Возможно, что она реально не работает. Тогда мне растение идеально подходит. И у этого персонажа, я так понимаю, что да, у него оружие, собственно, дроповаться ему не может, потому что от него нет никакого смысла совершенно. Скорость при этом, смотрите, есть очень много предметов, которые на него тоже не работают. Например, кофе. Скорость атаки дает. Это нам ничего не дает. Это не хочу брать огонь, поджигать дальше врага. Мне нечем поджигать. Ищем себе просто предметы. Можно скорости взять. Разжизнь, опять же, не нужна. Мишки берсерк. Тоже нет. Категорически нельзя. Мне нужно хп, регенерация, броня, ближний бой, урон. Все. Ну, из основного такого. Уклонение, кстати, нельзя. Прикиньте, ВК через уклонение. Ну, хоть нет. Уклонение можно, если это слишком много тучек. А при этом урона тебе хватает. Хотя, опять же, меньше тычек, меньше урона. Если не хватает тебе брони, то надо группировать мов опять же в блюз. Так, чтобы один взрыв у тебя касался всех. Но пока что мне это не требует совершенно. На первых волнах ему, конечно, будет легко себя чувствовать. Так, урон в ближнем бою, да? У нас там как там пишется? 30 урона сейчас становится, соответственно, 36. Да. Два этих самых, x3 умножить, 6 урона. С дальним боем, если оно даст нереально сейчас, за единичку дальнего даст 2 урона, значит, что дальний бой качать смысла нет. Если я качну себе, конечно. Так, страну призрака возьмем. Мы отрегенимся сразу же, в принципе. Урон в дальнем бою, скорость таки. Не надо процент урона терять, тем более. Процент урона нас будет влиять, я так понимаю. Это добро тоже не надо ничего. Это не мы, не хочу брать. Во, давайте посмотрим сейчас, чтобы убедиться наверняка. Если, значит, оно идет не множителем... А, ну, в принципе, 2 на 1 умножить себе тоже будет 2. Если оно идет не множителем, тогда оно идет не множителем точно. Ну, по-любому, нет. Вот оно мне даст сейчас 3 урона просто. 3 урона дало, в общем. Мало ли, если я еще возьму дальний бой, может все-таки перемножиться. Потому что иначе я не вижу смысла, почему 600% ранж скейл и 300% стихийный, по-моему, стихийный тоже идет как к дальности. Тогда тебе смысл только ближний бой качать есть. Так, хиляемся, хиляемся, хиляемся. Он такой шапочкой и с росточками с головы. Забавно очень смотрится. Так, немножечко, вот смотрите, у меня ХП сейчас просело. Да, я жду. И вот теперь врываю в столбу, вот так вот взрываю. То есть, когда у меня на более поздних волок, мне надо группировать мобов и получать урон, кстати говоря, от самых слабых мобов. Причем. Мне очень хотелось бы радио взрыва прокачать. У деревца очень прикольно вставать, потому что сразу же фруктик выпадает, он тебя подхиливает. То есть, в идеале тебе доходить практически до ротации мобов, а потом уже идти рашить. И рашить именно слабеньких мобов. То есть, тоже такое, вот свои нюансы из этого всего вытекают. Очень прикольно. А для крит-удара шанс, вопрос, мне кажется, не будет работать, скорее всего. Возьмем ближний бой. Дерево. Хорошо. Удачи тоже, в принципе, пойдет. Кибершар и мишка для нас, слоник, работают точнее. Ну и регенерацию тоже себе будем брать. Касаем крит-удара, просто как мне писали вот эти фрукты, которые взрывающиеся были за проглота, что у них есть базовый свой крит-удар, шант на крит, свой крит-урон, там все такое, но при этом он у тебя не понижается и не повышается от параметров. То есть, фрукты там критовали, собственно, могут критовать. Возможно, что у нас у всего есть крит-урон, собственно, свой, да? Получается. И вот здесь у нас тоже крит-урон есть. Крит- удар, шанс, крита. Ну и крит-урон, соответственно, тоже повышен только. но при этом он не будет повышаться от статок а узнать это я наверняка не могу так что все таки рисковать как-то и качать слепую я не буду этот статки думаю не проще сосредоточить просто на уроне урон бежимой 4 отлично процент кражи жизни опять же не надо отталкивание тоже не надо берем дальность сбора клонениями не надо я могу ли по ним жертвовать спокойно дальность сбора нужно ли вопрос 10 сбора даст еще давай ладно купить себя принципе пусть не скоро еще сумка шлем брони можно больше набирать пригодится тоже даже одна броня типа на 2 процента нас единственно хотя он иничку еще снизила урон как надо побольше вами не обшел давы доброго до 15 до 20 брони я предпочел бы чтоб вот там больше половины урона резать все-таки все выносим добро и к деревцу бежим яйца с игре тоже дамажит этому яйца мы сможем раньше времени убивать вас ритмом будут трудности возможно так как мне не слишком прям там чем тоже вот знаете вот трудно мне кажется забалансить персонажи так чтобы он и выносил всех интересные идеи его она работала но при этом и не было халявой ты собаешься не мог совсем уж выстроить в итоге получается персонаж у которого вот уникальный геймплей но при этом не бездумные действия урон дальнем бою 3 а утром в ближнем бою 2 даст меньше да он типа не просто просто они для нас одинаковые это типа как вот это слабее чем синие предплечье выходит я правильно понимаю вот оно нам должно дать сейчас получает 9 урона да может 10 если процент урон там перед перепадет но добыла 57 стала 66 то есть дальний бой нет смысла качать типа ворон без мою приоритете он просто проще стату наваливает так это роль ним еще что-то помощнее давайте удачно пригодится возьмем возьмем это нет все добром ролл так приманка я не знаю сколько сильно бьют тима бы если честно больше к врагам кстати тоже под вопросом быстрее будет спавнится в принципе пускай будет с приманкой могут могут быть весьма вот эти опасные еще вот выстрела для меня кстати говоря очень противная штука потому что стрелки до них надо добежать еще а при этом они вот и как бы провоцирует взрыв но в то же время сами не отхватывают в обраточку блин этому персу садик вы слышите он у нас на садике просто может усесться жопа и все правда садик опять же не то что прям слишком эффективен потому что один фрукт раз 15 секунд так часто но тем менее весьма весьма приятная штучка если фруктика раскачать еще особенно так давайте сюда ребят лично больше древле не очень вкусно надо балансировать кп чтобы меня все-таки не снесли потому что сейчас вы чувствуешь не ночь проседаем это очень хороший для меня это тоже пойдет уметь маленький качок это вообще топчик слоненка и пришельцы тоже берем роль ним под конец взрывному урону 3 ближнем бою это вообще шикарно купон сначала купон потом все остальное хотя такая копейка что можно смысл был даже в обратном порядке купить потому что она там дана на голову и сразу урон и это было бы удало бы меня сразу статов и может он больше на фарминг могли так за яйцами следим сразу же отлично удачно появилась вот это еще одно вот пока нет ну в принципе снести бы этих молок с яйцами но и особо хочется что-то как ты хочешь взять строгать наоборот это страна звучала их касаться когда они уже пробудились не очень хочется больно все-таки опыт от них убрать так пробежались немножечко больше удачи надо чтобы реально я фруктами хилялся хорошо какая из толпа мобов и вот надо балансить чтоб не сдохнуть вот залича похожая штука была кстати процент крон за процент к скоростью и минус 5 процентов урон у вас к скорости в бонус 1 на вопрос раскачаю ли я скорость себе в принципе наверное раскачаю я хочу чтобы меня была какая-то скорость давай тоже возьмем урон ближнем бою до 12 процентов к урону замечательно хотя 15 то что же было бы неплохо острый соус он тоже взрывается это и хп и в принципе я на фрукты делаю акцент так что мне пойдет 6 процентов урон тоже можно это все берем вот так 0 росту броня минус скорость немножечко это минус 2 процент урон для меня получается еще хочу вот это замечательно это принципе можно каждому 32 будет каждый но 28 принципе нормально под ноль просто все деньги потратил погнали дальше блин какой веселый перс нашим шестерочку стебьет этот мог четверочка вот эти эти тоже по 4 а выстрел у него кстати на 5 то есть он касанием бьет слабее но с толстым он будет трудности их надо прям совсем группировать полностью ждать когда наберутся трудно с такими волны будет справляться еще с этими мобами которые бегают мне радиус взрыва просто не хватит на них напастись они пока это бегу до них они уже разрядаются сразу же ой же есть тут эта волна будет прям полной руиной я чувствую 8 до зато 9 будет на фармовой прям нереально так отелялись погнали пробежались немножечко без фанатизма тоже уж . фруктики фруктики хорошо хорошо тихо 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 еще фруктики стрёмно 232 материала не очень много напармили здесь так это разбираем промежную 4 не пойдет вообще ничего не сделает кибершар хорош купон берем качок купон купон качок погнали дальше 9 волна вот сейчас будет сочно сейчас будет очень сочно сауна которая про еще хочется персона 9 волны том числе мега форму и пошла жаришь когда но опять же я не могу непрерывно урон получать потому что не отхиливать так сильно надо больше реально удачи для этого надо качать слишком много получаем медленно бегу меня догоняют просто уйдите если я сдох на этой волне а шансу это очень большой я так смотрю уж те реально убегают мов они просто время от времени настигают и тогда мы их отвердываем взрывами блин пипец как я хотел этой волны она меня просто уничтожает я не могу отрегениться я говорю одним регеном сыт не будешь он сильно ограничивается ох как я сейчас рисую я следил за своим хп я хоть ничего не успел там сделать но пронесло все же как-то пули из врага вылетает 7 дальнего боя отдали обои скил типа 42 монетки разбирать давайте купим ладно хотя копейка все равно но тоже какой-то в толпе будет добавлять так это все не надо нам 9 максимума завод хп сейчас надо бы подкачать до себе но опять же хп это буфер мне нужно восстановление мне нужны фрукты усиленные мне сейчас фрукты восстанавливают где это вообще прибляем и лечение вот это что ли 0 они мне не хочу что я ничего нашел я ничего не нашел из фруктов на этом забеге блин стеклянную пушку нельзя брать процент взрыва качестве яд но броню я за себя катастрофически просто будет утилизатор возьмем в принципе еще не поздно 4 порта на скорости вот это я хочу меня скорость не хватает сильно сейчас так удачи инженерия так как я не хочу вновление какие-то процент крону до конца волны будет постепенно набираться давай слушай пойдет два еще ролл делаем 5 хп минус 1 регена принц можно пожертвовать одним регеном уголь пойдет тоже острый соус тоже очень хорошо будет у меня есть один нет да у меня нужен один есть будет 50 партн шанс взрывом раз хватит на все лук в ужасе я не хочу удачу терять у меня там есть принцип полезной статы как полезный примет от удачи скелещейся так хорошо вот сейчас уже критичнее гораздо то есть набираем оба все таки не идем вперед телеги можно вначале их взрывать немножечко но если я взрываю то не опускать себе хп чтобы меня резерв хп обязательно был тогда когда у меня вот будет более трудный этап волны каждый раз уж эти выстрелы так ты их так много вылетает что принципе нормально вносит урон даже по семерочки это принципе много правда проблема в том что я могу в шотную в основном и чтобы от выстрелов был реальный толк это надо чтобы они убивали кого-то ну либо вот и шлифы урона например толстых мобов то что по мелочи они там что попало что попало то есть то что не попал лицом оба шот новый взрывом стоит жесть может кто-то скажет сейчас агрессивнее играй ребят я закопаюсь в толпе меня фрукты и дропаются мало фрукты не хилят сильно я в толпе буду хиляться практически так же как-то потеряюсь без нее меня просто уничтожит я знаю этот буксид в комментах маню на него постоянно что молот ты не так играешь вот здесь так надо было иди в толпу чё ты делаешь зачем ты бегаешь много ты их не дамажешь таким образом я сдохнул я просто сдохнув мне не хватает регена не регена не хватает точнее мне не хватает в принципе восстановления как такового более резкого а для этого нужна удача и фрукты усиленные а фрукты усилен до сих пор не попались мне к сожалению да мне бы не хочу брать двоечка всего лишь а вот 12 крон давай опять же мне сейчас больше надо наверное примут уклонение кстати может быть за что бы чтоб я не настолько много ударов получал подряд но все-таки не знаю как-то броню не хочу терять точно язык пришельцы не знаю как насчет краж жизни тоже наверное я я по крайней думаю что они работают на него потому что у него ее не дается совершенно понож не на любой тип урона только меня ведь не поднимут клять кибер шар нашли тортик принципе можно минус удача опять хочу это протушите удачи сильно не хватает не только для дамага даже блин борода-то ребенок еще один он 1764 нанес за комнату и за сколько он там одну ку волну с нами бегает урон при пробивании плюс он не может выше базового так он дальнем бою сбор повышается не за мне кажется он 178 не стоит точно там я я его взял потому что он был на халяву практически ну типа там и 42 материала и мог очень с ним курс и вот эти самые толстые ноги с которыми шутки плохи такая на одно яйцо пробудится к сожалению это плохо даже одно даже одно это проблема сейчас пока что бегаем они меня догонят весь охренеть точно на то есть от них бегать а потом вливать врываться в толпу мелочи меняет волна уничтожить сейчас сто процентов просто мне кажется не шансов на него сейчас с текущим забегом уже не хватило удачи и фруктов просто вот да нет сундук сундук притянулся но это прямо все он при появился не прям передано практически счета жесть если честно вроде быка прикольный а как же не вот сколько же мне надо брони и прочего сколько регена надо и сколько регена чисто не регенерация повышена но наш там вот типа как но будет у меня допустим 5 хп в секунду я буду регенить чтобы настолько регент не надо регенерации набрать целую тонну что сейчас у него например 22 и у него один уже каждый 0 48 2 хп в секунду там практически есть чтобы набрать 5 это надо уже там не знаю нахрен под потату родить наверное очень напрячься короче говоря и это все равно будет вообще не панацеей вот чем прикол 3 хп возьмем себе вот чего мне не хватало лимонадика где-то был прошлый раз динамитика тоже ждем здесь как бы я тактику понял в том плане что я пытался вытащить только из теста которым не осложилось не терять хп раньше времени а терять именно толпе но там уже могут были слишком быстро и для меня вот эти вот агрессивные и дамажит они очень сильно именно в мире дамажит причем сильно но не там чего не дальним боем такое у них много и так такой динамике собрать толпу это покупаем мелочи вместе с ними и при этом дамажится именно от мелочи и доставать взрывом добавить до крупника и успевать отрегениваться когда не хватало ригинат фруктов не хватало совершенно ну количество не было надо больше удачи качать урон взрыва по-моему излишен был наш больше хп не дало бы мне гримбака тоже она просто бы просто больше буфер на регене лаз бы также также хреново и 84 на фарм или урон ближний бою давай тоже не за не забивать на урон но и без фанатизм его нам слишком много не нужно проль ним а давай 8 сбора в принципе краж жизни 2 иена честно гряза 68 минус 6 сбора еще того не стоит сломанную челюсть возьмем это возьмем проль ним а за это расходников хорош червь пойдет 12 процентов про это прилично ротик смачно сейчас мощно из-за этой слабой челюсти горлопана чем-то мне напомнил вдруг уж такой рот раскрыт на на всю катушку ну вот этим оба конечно так знаете как как магнита как магнита разные полюсами от магнита его прямо уже практически соединил их я не резко в разные стороны нахрен вот они вот они также от себя начинают убегать только приезжаешь не сразу сторону начинать уходить не просто от себя убегать так краж жизни я даже не знаю как нам это проверить если честно если мне хоть какой-то смысл бабочку брать и секрет жизни не работает вот на веке кстати интересные вещи собственно пишите то о чем я говорил как раз таки что убедили там заманить врагов все такое нет враги больше бьют урона некоторые меньше вот не может выжить когда его бьют каждый секунд поэтому хитрость в том чтобы знать где и когда взорваться но это я красный это обращал внимание говорил да чтобы вот скучковать мов потом уже взрываться как-то и про лайфстил кражей написано что ваши взрывы не вызывают кражу жизни так что вот как то так крит шанс позволяет взрыв носить полтора раза больше критического урона это планирует этого урона от обычного модификатора 20 который есть у большинства видов оружия ваши взрывы часто часто уже убивают более слабых врагов на удар поэтому в этих случаях крит не будет полезен ну да 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 вот мне тоже но собственно крит шанс все-таки судя по всему у него качает слушайте окей учтем есть к тигря уклоне написано также полезно когда у игрока из донорства крови или замедлить или для замедления скорости получим получаем урона но при этом смотрите вот про ближний бой написано вы часто получаете 2 на урон и в ближнем бою за ту же цену поскольку короче говоря говорится то что находить мили гораздо гораздо выгоднее то что я тоже сразу об этом подумал из чего смутился так что соответственно бабочку ребят я разбираю броня добираем тоже пригодится о по вот это то что надо это даст по сути считайте 300 то только не стоит того что 33 забирает который для меня тоже работают скупаем здесь все начали немножко не хотел ладно скорость бега собственно нам позволяет выбрать когда и где мы собственно взрываться да это тоже полезно там написано было также еще право регенерацию кстати что три регенерации за 60 секунд волны позволяет тебе 60 кп восстановить поюнишься 16 кп восстановить но это знаете это сухая сухие числа тоже не всегда отражать практику потому что зачастую тебя может быть full кп где-то в начале например зачастую тебе просто не нужны 3 и количество что ты не будешь выгоднее взрываться вот сейчас например да будь у меня регион 2 раз больше не будет пофигу вначале многих он там аналогично так что это идет но тем менее я когда я так понимаю что регион все-таки плоско как-то качается и чем дальше тем он менее эффективным не становится тогда я сушь тогда я хочу реально много региона качать клейка лента минус 2 максового кп не хочу не буду давайте роли поищем что-нибудь типа удачи что ли 5 удачи на черву а по 4 регена 9 процент в плане тоже не имеет мнение не без не бесполезная штука я не всегда хочу получать урон так часто но я возьму 4 регена все-таки урон далее будет на 3 окей давай динская турель ну в принципе подхилка какая-то небольшая есть давай пускай будет это погнали дальше так хорошо попробуем община сейчас тоже что-нибудь более такое эффективное продемонстрировать показать развить нужно большая скорость бега до чтобы так вот как-то кружить врагами но проблема именно зависит от резко очень сильно как только у меня много-много каких-то жирных мог которых я не могу проконтролировать когда их атаковать как у тебя бегуны были да и который бьют очень больно я не могу сделать такую передышку бою да то и все то их она около треки тоже так нам надо стоять на каждый несколько секунд для нас хиляет за волну что здесь окажет три секунды хиляется на три единички то 60 секунд это чёрт меня возьмись от кп в общем то что прилично очки разбираем 6 скорости пригодится это не надо слоненок пригодится тоже я думаю что мы будем деревья за один удар случайно взял по инерции ну ладно уникальность он не будет попаться больше это брать конечно не стоило уродливый зуб под большим вопросом на самом деле во первых я не верно работает ли он в принципе во вторых нужен ли он мне потому что я не могу молфа отталкивать тебя что вы заметили надо бы ним попасть а где-то надо касаться уже так что мне кажется мне не нужно в этом забеге шлем минус скорость немножечко давай ладно броня пригодится любом случае взрывной урон хорош это я беру это сразу же очень много для меня дает тоже за свою цену нам процент клона достойно про не знаю минут она для меня считается как процентный урон просто или отдельно множество не помню честно говоря так это 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 седьмая волна здесь яйца опять надо трогать бегать искать сразу же но с этим уже я его касаться не хочу он будет бить наверняка очень много да ну по шестерочке бьет ну два раза больнее чем другие могут в общем-то так и прилично дальним боем бьет он послабее ну слушаться засыпают нельзя их там слишком агрессивно долбить тоже лично так вы хилялись прошлись ждем еще хп сейчас и под конец волны тоже протараним хорош может этого не вынесем вообще не вынесли толстые все-таки они скорость атаки уклонения хочу пока что все-таки три брони вот это много да я возьму пожалуй борода-то ребенок опять же того не стоит мне кажется приманка пойдет она дешевая регенерация тоже пойдет вот эта регенерация не хочу же ролл еще две брони острый соус надо мне удачу бы надо раскачать вот ее прямо не хватает катастрофическим острый соус без удачи будет плохо работать и вот это кстати говоря реген за материал продалась портана шанс опять же так ли нам немного многого снова сушься может подхилять где-нибудь я могу а слушайте нет я не могу оставлять особо материалы я их сразу собираю чаще всего окейся с этими засранцами разобрались то правда не меня так хорошенько погрызли и вот та самая восьмая волна да она была проблематичная очень потому что здесь меня стреляют по мне и целая куча больших мобов я толком бить никого не могу пару взрыва сделали выстрелами своими души пробежались немножко ух там эти толстые же кинул здесь выдержали то что деревья были собственно считать потянем раз знаешь что можно еще трудно на дереве сам стоять можете смысл за дерево отходить немножечко дороге приближается вот тогда я выбегаю и полудобной траектории пробегаюсь и дерево рушимов как кашу тоже дополнительно так инструменты инженерия плюс 6 она может работать ты можешь инженерию качать немножечко но это такой док урон который мне по-моему не слишком слишком того стоит даже на единичку я вряд ли вкачаю себе эффективность турель над медлечащий так давай регенерацию еще вот это дает много кстати говоря мне хотят 3 единичка стата только самый дорогой предмет еще минус регена каш даже может не на 1 милу обезьянку возьмем бонус но подпускай будет остальной роли снова гриб минус удача еще одна обезьянка шанс будет выше окей про не наш сейчас попросядит на 100 регенерация должна вырасти в толпе именно так 9 волна прошлый раз она меня в итоге нагнула практически то есть создала большую проблему крайне мере чпунь чпунь копий мобов с нескольких таких спавнов желательно до нескольких кластеров что-то не спавнились а потом уже об проходимся сразу по толпе взрываем фруктами отхиливаемся сразу же и здоровьев никуда не тратим вот казалось блин такая идея у персонажа сколько всего из этого вытекает а то о чем изначально можешь не задуматься фактор попал вытягает это потому что персонаж за баланс надекватно замечательно игрушка просто тоже многие пишут что изначально не присмотрелись например или например начали играть как так купили у себя оказалось что такой вот интересный баланс очень приятный и прям залипи тоже на на долгое время более чем это понимаю так 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 и заканчивается время погнали rush по полной программе вы под конец тратить 540 принципе нормально 16 сбора стоит для того принципе минус один брони всего лишь давай ладно вот это пойдет хорошо у меня сейчас фрукты лечат плюс 6 то есть на несколько начали 3 лечить до 9 лечить огромная разница с тем что нас был прошлый раз 4 в ближнем бою здесь роль ним 4 генерации хорошо добираем ее тоже не забываем про нее и он знаете так надо ее постоянно по чуть-чуть качать есть на уроне в один момент можно принципе остановиться вот регенерацию актуализировать принципе может можно и весь забег даже 5 уже в секунду слушать это уже достойно да я чуть думал что регенерация на типа вот уткнется как-то по эффективности своей на самом деле нет тут так то знаете что вот со многими со многими статами похоже похожая тема с которой я сам немножечко путался тоже вот просто например смотрите я сам уже даже в комментариях было одно время спорил насчет брони тут такая тема смотрите 10 брони дают тебе 40 процентов резиста до 30 брони то есть в три раза больше дают себе всего лишь 67 процентов то есть ты как будто получаешь за за 20 брони получаешь 27 портана резиста но с ученого того что это от остатка 27 процентов 27 процентов от оставшихся числа как бы это очень много выходит в итоге здесь написано даже таблица такая идет до наше эффективное увеличение хп насколько мы насколько мы больше будем выживать до условно говоря при 10 брони 40 процентов резиста 67 кпс написано да при 30 брони у меня 67 процентов резиста как бы не в два раза повысилась даже собственно и понятно но хп по факту нам это сэкономить может 200 то есть тоже в три раза больше вот такая вот тема как бы и вот здесь даже собственно говорится более подробно развернутым языком понятно вполне себе что например первая точка брони дает нам 6 процентов снижение получаемого урона да однако с переходе с 9 на 10 это будет всего лишь 2 процента 38 до 40 процентов но эти два процентов точно также сильнее как и первые 6 процентов очень прикол эффект брони линейный каждой очко также цену как и предыдущие и здесь дальше у нас и приводит собственно примеры как это что работает например при 100 максимум хп и 0 брони вам потребует 100 единиц урона что вас убить при 5 брони вы получаете нам меньше на урона 25 процентов соответственно теперь нужно 100 умножить на 0 отделить на 0 75 получаем 133 единицы урона как мы должны получить чтобы снести 100 хп нам снесли чтобы нас вынесли это как бы стал называется эффективных пикси зверя мод как раз который показать эффективно хп он показывал по сути стат который есть в братата изначально просто он немножечко скрыт потому что игроку он типа не необходимы какой-то теперь если у вас 15 не сборни то есть три раза больше да вы получаете снижение урона на 50 процентов хотя казалось там типа 25 процентов и 50 до разницы в два раза а стата в три раза больше но это означает что ваши 100 хп максимальных теперь могут выдержать 200 единиц урона перед смертью то есть в три раза больше брони также означает что можете получить 3 раза больше дополнительного урона то здесь мы на нем смогли получить на 30 урона больше а здесь уже на 99 ну с округлением соответственно там определенный на каждой 100 максимально хп который у вас есть каждый пятачку брони означает что можете получить 33 урона перед смертью таким образом наш у нас броня собственно повышает здоровье на 666 процентов в любом случае в принципе при этом эти 666 процентов это множество именно на хп и чем больше хп тем больше профита как бы из брони тоже надо не забывать что-то надо все еще отхиливать добро не забывает ожидаем так здесь у нас что 4 скорость не хочу и удачу терять еще больше пока что хватит эту миссис который к ну давай ролл дальше регенерацию берем ролл броня еще то есть получается что броню есть смысл собственно постоянно качать себе да у нее нет какого-то такого славного капа она по-прежнему остается очень видимо просто тебе некомфортно когда у тебя совсем оley нет слишком уж больно тебя крызул и зачастую брони места не стоит слишком много качать просто потому что не сможешь выхиливать как бы как сказать тебе проще чем немножечко брони тебе нужно потому что ты не сможешь выхиливать слишком большую трату connected А слишком много брони уже просто Вовер уже не будет так ощущаться Уже проще было бы других Ставны докачать Два в ближнем бою, уголь, ну давай Ролл еще, о, качок Хорошо, слоненок хорошо Это тоже хорошо вообще Это все я покупаю сразу же, погнали дальше То есть вот Касаемо брони, вот такой вот момент, который Например, я сам некоторое время до конца не выкупал Ну вот с этим можно так подразобраться, собственно И то же самое у нас Возможно, касаемо процента скорости атаки То есть ты вроде как и у тебя ее много Но я и ты, соответственно, здесь в правом скорости Прокачал себе, да, она толку не изменилась Но на самом деле для тебя этот стат Настолько же полезен, как и в начале был Он настолько же у тебя процентные бафы Собственно, просто относительно твоего числа Тебе каждое вот 001 Эта самая эффективность, они для тебя гораздо важнее становятся Потому что за то же время Например, ты стрелял там каждую одну секунду, да А в 033 ты стреляешь там Три раза за секунду И как бы то, что у тебя там режет процент скорости атаки Оно у тебя за ту же секунду Несколько раз успевает сработать, условно говоря Тебе это в 3 раза ценнее становится И аналогично касаемо регенерации, я думаю, может быть Здесь, то есть тоже стат получается У нас плоско, он полезен на посту, ну, постоянно просто Я думал, что он как-то там Эффективность свою все-таки теряет Такое во многих играх просто встречается Здесь все-таки нет Здесь у нас сохраняется все это Лечь и опять же хочется Ну, 2 в ближнем бою лучше просто Ой, 4 в ближнем бою найти синенькое 9 хп это прям хорошо Стремная пища еще одна, блин Очень много стремной пищи Очень хороший регент с фруктов Но нет фруктов самих Можно хамелеона взять Уклоняться в неподвижности, но что-то как-то мне кажется Это лишнее Я буду все равно двигаться чаще всего Очень редко будут возникать ситуации, что у меня толпа, мол, пришла И... Не-не-не, не стоит того Деревья это пойдет И на планетный червь можно, в принципе, узнать расходников понизить Но все равно он как бы остается не очень приятным эффект такой Слушайте, а давай, все равно регент нужен И это возьмем, ролл за 0 Еще регент с фруктов Боже, как много 2 брони Нужна удача Короче, качаем удачу За левел от его особенности Сейчас будем искать Так, 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 так 11-я волна Эти моу поперли Блин С ним будет прямо больно Может стоит толпу небольшую только собирать Потом их снести, да, на фул хп А потом быстренько пытаться регениться Главное, чтобы они меня постоянно непрерывно как-то не били Вот хп фуловое Вот погнали их снесем Некоторое время небольшое у нас есть передышка Условно, да, около между турельками наших встаем Подхиливаемся здесь Подождали, побили Ждем снова И вот здесь взрываемся Хорош Так, снова бежим к турелькам своим Так, грызут, 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 грызут Сильно уже Деревца давай Ну, слушайте, много деревьев И мы, в принципе, даже вот С них как раз хорошо хиляемся Хоть фруктов у нас, мол, дропается мало Из-за удачи У нас тут деревья-то на месте есть Появляются тоже Это приятно Он все хочет удачу раскачать Это бы сильно меня повысило По эффективности, по регену и прочему Окей, пока что нормально держимся Это берем Скорость анаги ваших построек давай Пригодится тоже 9 хп Я бы удачу взял Ну, или процент к урону Принц тоже пригодится на толстых мовах, кстати говоря, как раз Кислота Давай Удачу, пожалуйста Это пойдет Урон ближен в бою Шанс при уклонении нанести урон Но у меня уклонений не будет Не подходит Уродливый зуб не знаю О, удача Минус 2 регена, правда Но Здесь наоборот Очень много в статах Среди эту и другою возьму В принципе Они Они, конечно, являются для меня По сути переливанием статов Туда-сюда Но в любом случае Они дают нужных мне статов И много весьма Так что пойдет Уродливый зуб не берем Так, у меня есть Турлики две рядышком Это удобно Но я не знаю, что мы будем делать С этим боссом, опять же Есть и смысл пытаться ее как-то бить Спешно слесую все равно, скорее всего Хотя вот какой-то урон мы наносим Но Дальше я закопаюсь На меня зароет здесь Безоружие на элитку, да Вот попер-копер Че еще остается-то Сфу, сильно она сама бьет Ну, 12 лет мне она ударила Я не уверен, сейчас точно Так, давай сюда, к фруктикам Вот-вот-вот, блин Попродамаживали уже меня Конкретно так Там еще моб с сундуком Ну, не вынесу я ее Не успеваю уже Ну, слушайте, могли вынести Возможно, если бы я стоял бы Чистый турлик постоянно Но там деревья спавнились Не здесь И чисто турлики меня хиляют Типа Два по два выстрела Сделают, как один фруктик Я подберу Поэтому Фруктикам все-таки Был смысл бегать Это я все разбираю Роль ним еще 9% скорости Не то, что я еще Немножечко Ну, может пригодиться Многие могут меня спасти Это все я не беру Ролл Еще стремная пища Пипец Около деревьев Будем тусить Просто безвылазно 15 удачи Минус 5 инженерия 15 удачи, честно говоря, того не стоит Стихийный рот дает очень много Но у меня стихийного ничего нет 30 удачи, во Правда, у нас так много забирает И снова с 3 тысячи Ихреначили У меня их 4 уже И сока пачки 4 сока тоже И что, мне много не будет Я возьму Давай С радостью Я серьезно говорю Вот этот вот Фрукты Это то, что может очень Резко выхилить себя Краж жизни в этом плане Сильно ограничена Реген тоже Он как бы Он дает себе много за волну Хиляет, да Но постепенно очень А фруктик К дереву подошел 2 тычки на халяву, считай Просто вот отхиляет Сразу же тебе Приятно Да и с мобов тоже Дополнительно там надропывается Серьезно, фрукты Безумно приятный Источник лечения Пробежались Но надо, чтобы они дропы Измолок, чтобы прям С этого стабильно играть Так, есть пара деревьев Хорошо Фруктик остался Плюс 16 хп Он меня там хильнул Нормально так Приятно очень Ну серьезно, я понимаю Что у нас там 5 регена Реген 5 хп в секунду Регенит и около того Даже больше Там уже 5,8 Ну и вот это так Фруктов мы штук 15 За волну собираем И это уже там 15 фруктов По 15 хп 225 считать уже Было бы У меня они там еще мощнее давить Да 6 хп себе надо ли? Что я бы Я бы удачи взял Стихейный урон Ну ладно, процент Слишком много, чтобы не ролить Давай, удачи 38 удачи становится У меня Кибершар есть? Нет? Мне не кибершара Нет причем А, слоненок есть Кстати говоря Ну он очень мало Несу, что удачи было копейка Сейчас будет получше уже Парол Сломанная челюсть Мне кажется не нужно Я даже остался бы с регеном Слушайте, можем взяли Теперь можно и реген играть Чисто Без фруктов даже Вот качаешь его Прям очень много Будешь там регениться Потом по 15 хп в секунду Ну что по 15 хп в секунду Регениться Надо прям Очень много чего Стального Наверное убрать В целом да Может быть я недооцениваю Стат регена Потому что я когда играю Через реген У меня все равно хочется Чтобы у меня было Какое-то еще восстановление Либо фрукты Либо краж жизни Либо что-нибудь еще Всегда Одним кражем Одним восстановлением Я нислин Скажем так Обычно Но кстати Зато он может контролировать Не убивать стихмолов Нынечки эти Правда не все К нам подходит Слишком агрессивно Ох жесть Тут этих стрелков Очень много Расплодилось Фруктиком К фруктиком Ну очень много стрелков Но выдерживаем В принципе Так фруктик забираем Пробежались Потолки немножечко Но можно было побольше Давай тоже возьмем себе Реген будет от материала Раз в жизни Удачи кстати Сколько у меня Трегенила эта штука уже Смартышки где они там 294 Конечно долго Они там работали уже Но тоже добавляют Садик Пойдет Это тоже пойдет О улитка Минус 5% Скорости врагов И минус 3% К твоей скорости Потому что оно Замедляет Врагов Таких предметов Мы раньше не встречали Это я как раз таки Открыл за кого-то А наверное За старика Я открыл Скорее всего Но мне сейчас На самом скорости За врагом Понижать Даже особо не нужно У меня устраивает В принципе все Так ладно Погнали дальше 15 волна Здесь орда у нас Орда это то что надо Так Около фруктиков Подождем пока что Пускай они там копятся А не успел вынести Ай-яй Его лучше сразу снести Будет сейчас На самом деле Что у меня додушит еще На протяжении этой волны Ох нифига Тут мобов конечно Что-то как-то Сегодня у меня все Элитки да элитки были Вот здесь орда И это прям вообще Ляпота Какая красотища А черт не возьми Без оружия Мне нормально Очень фановый перст тоже Так фруктики 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 еще Так сюда Фруктики теперь Там два фруктика Погнали через стол Попробежали К дереву К этому подходим Потихонечку Пробежали снова Ай Как же это было Смач Черт меня возьми Просто кайф Еще стремная пища Сколько можно Я не против Плюс 15 Потребляемое лечение Еще одна милая обезьянка Сколько мне сейчас Милая обезьянка захиляла Кстати 404 Неплохо набрала За Недолгое время совсем Глаза пришельцев Они в принципе Будут работать Но по чуть-чуть Там будет попердывать Как-то Да давай Пускай будет Ладно Так Это не надо Статуэтка Скорость атаки Неподвижности Хорошая штука Это все мимо Так Вот эта удача пойдет Правда Реген проседит Я не буду брать Све челюсть Я хочу Реген подкачать Вот это пойдет тоже Кислота Тоже пойдет Теперь Реген будем искать Я думаю Здоровья у меня уже Достаточное количество Реген тоже За неимением фруктов Это именно то Чего спасает Знаете Такое Знаете Мне неудовлетворенно чувство Перед Регеном Я тут за фруктами Все время гоняюсь Да А Реген это как вот Как друг Который с тобой На постоянной основе Но ты перестаешь Его почему-то ценить У меня что-то Не стыдно Как лучше остановиться Как я тут С фруктами зацикливаюсь Да Реген который Постоянно такой работает Такой Ну да Ну да Про меня забывают Как всегда Ну нет Он тоже хороший Он тоже лапочка Отлично Побежали снова Бежим через толпу И умираем Нахрен Доджим я хотел сказать От толстых мобов Но нет Меня что-то тут Как-то загасили Потом загасили меня Из-за вот этих баферов Кстати Потому что они сильно Дамаг мобом Повышают Сколько я помню Помимо купе И жрать начинают Уже сильно Но в целом Тут Не так жестко Мобы сами по себе Прессовали Реген был динамичный Очень-очень бодрый О О Неистовство Это я открыл за По-моему За перса Которого 12 оружий Враги Окраничение 5 Враги после гибели Могут с шансом 20% взорваться И нанести урон 40 Ого 50% скилла отмели При взрыв При убийстве врага Взрыв Это как кибершар Но массовый И скейл другой Шанс Только по-моему Очень высокий Да Но это прикольно Слушается Я беру Регенерацию Она сейчас 5.53 Встанет 6.07 Отлично Так Здесь еще и надо Можно ракету взять Можно вот это взять Да Сейчас Бор Познават На самом деле Сбор уже не нужен Не окупит себя Неистовство Еще одно Можно взять Вот как раз таки Посмотрим Сейчас Сколько он у меня Заволнул Надамажит Гикончик Мог бы работать Кстати Сразу Не нужно Мне Мы и так Около Около Врагов Постоянно Находимся Около Материалов Все такое Так Глаза А них Домашний Думай часов Глаза Спасно Собираем Материал Тоже У нас Тоже Похидеть По чуть Чуть Так Снова Толпа Фруктик Бежим К дереву И около Дерево Как раз Толпу Мог выносим Сразу же Считайте И я выживаю И от толпы Избавляемся Больше шансов Выжить От От пачки Выстрелов Подряд Ай-яй-яй Ай Так Хорошо Но это был Опаснее Чем мне хотелось бы Это тоже возьму 4 У меня уже урона В дальнем бою Много потерялся Я мало себе Процентку урона Качаю Дамага В принципе Стихийно Тройку не хочу 2-4 Вегены Еще Не показываю Сколько мы Дамажим Кстати говоря А да Что насчет Днейставства 15579 Нормально Насчет острого Солнца На самом деле Знаете Насчет чего Сомневался У него радио взрыва Маленький Весьма себе Что не всегда Бывают Достает до врагов Но в нашем случае Достает постоянно Кстати Так что я это буду брать У меня остается Буквально парочка Волн Сейчас будет элитка Опять Это будет носорог Блин Вот эти вот Носорог Смотрите-ка Он спавнится Мога зависит от волны Или зависит от том числе От какая элитка Тебе поваляется Слушайте Видите Носорогом У нас целая куча Таких же Таких же Могов попалось Может мне повезло Так Честно говоря Они поддушивают Так-то С учетом Вот этих баферов Пипец Такая же проблема Знаете Как с мили оружием Не можешь от стрелков Избавляться Как ты От баферов В том числе С этим прям Проблема Слушайте Серьезная Что-то Как-то я уже чувствовал Что Уже победу В копилку себе Добавлял Мысленно А тут Что-то Как-то приходится Гоняться от молвов Они очень больно Бьют У них Считайте У них Расчет на то Что они Мирят Долбанут Еще и под бафом Сундешил Лупит Будь здоров Что Знаете Так и столпы Вылетают Причем Ух ты Блин Ты от общей массы Не можешь Увернув нормально Я сдох Охренеть Но мне не стыдно Честно говоря Пол волна Была Жопой У нас Все было хорошо Но вот эти Мобы Меня Загантрили То есть Есть несколько Мобов Которые Создают тебе Существенные Проблемы Это те Которые Тебе Начинают Догонять И при этом Ты толпу Не выносишь Они Кусают Больно И вот эти Например Тоже У тебя Не получается Толпу Гасить И тебя Постоянно Ты убегаешь От них Чтобы Группировать Но ты Постоянно Отхватываешь В итоге Ты не можешь Отрегениться Чтобы Влететь В толпу То есть Не можешь Влететь В толпу И вынести Тебе Приходится От них Убегать Постоянно И они Тебя Все равно Поджирают Постоянно Прям Трудности Есть Некоторых Волнах У этого Перса Тоже Вот знаете Как у Предыдущего Тоже Как у Однорукого Вроде Как мы Все разобрали Что к чему Как Вроде Как все Поняли Но под Конец Под конец Бац И резко Засыпали Вроде Все хорошо Было А потом По щелчку Пальца И ты понимаешь Свою беспомощность В определенных Ситуациях Как этот Не мог Против Одиночных Целей Когда не мог Зажиматься В угол И выносить Одиночные цели Не может Элитку Тоже Как у Босса Да И получала Задница Так и здесь С мобами Которые Очень быстро И выбиваются Столпы Вот такими Утраками И прочим Ускорением Которые Не так Хорошо Группируются И постоянно Тебя поджирают В следующей серии У нас будет Солдат И мазохист Солдат Это Плюс 50% Уронов В неподвижности В скорости Атаки В неподвижности 10% В скорости То есть он двигается Тоже быстрее Дальность сбора Плюс 200% Ого Притягивается Отталкивание Плюс 15 А вы не можете Атаковать В движении Я думаю А что так много всего Дерево пипина Да из Vampire Survivor Вспоминаю Афк Билд Стоящий Блин Ну ему У него Пул предмета Соответственно Которое На стоянии На месте Не будет повышен У него шанс Интересно Что ему делать Забег вообще У него здесь Стрелковые Сплошные Предлагаются Даже не лишние Ему наверняка Шреддер Нужен И всяко Отстреливаться Сможет ли он Выдержать Пистолет Пулеметами Целой пачкой Наверное Нет Чисто Вот с пистолет Мне хотелось бы Сделать забег Ну мне кажется Не хватит этого Амазохист Плюс 5 Плюс 5 Параметр Процент к урону При получении урона До конца волны Да Я так и думал Сейчас такое будет Наверное Плюс 10 к макс ОЗ Плюс 20 к регенерации Плюс 8 к броне То есть ты вначале Пока у тебя Тут дохленькие мобы идут Ты идешь так же Получать урон Как и бык Постоянно А потом уже Начинаешь дамажить Хорошо Как то так У него соответственно А ну у него Разное можно использовать Даже не знаю Что было бы лучше Он урон сам Себя заливает В принципе Ну и не знать Что его надо Игнорирует Он по прежнему Такой же эффективный КПМ полезно Но и Скипет рамона Хринеет убивать Рогов Я бы хотел С дубинкой Кактусом Как-нибудь поиграть Ему регену Нужно в любом случае Хотя у него Своего достаточно Не знаю Посмотрим На этом все Ребят все Так она случилась Вика Такие были персонажи Забавные Пишицы мысли Касаемо них Будет интересно Почитать Подписан Клайбудучи рад Старить Смотреться на видео В принципе Мне будет Очень приятно Вступать на сервисе Если хотите Общаться На канале Я желаю Ребят Всем хорошего Своего дня Всем удачи На встрече Всех И всем Пока Пока